приветствую вас дамы и господа в этом видео поговорим про рефералку который в игре уже нету с 27 сентября 2022 года но вначале хочу вам рассказать о том что на сайте в новости про день защитника отечества добавили еще одну кнопочку где можно забрать резервы резерве к на опыт свободный и опыт экипажа понятное дело что не сильно много но в принципе за нажатие кнопочки если кому-то надо резерве кто можете зайти я в описании добавлю ссылку и нажать эту кнопку она находится почти в самом низу в новости про день защитника отечества также еще в прем магазине там же на сайте в разделе лучше есть один резерве к на серебро тоже можно зайти кнопку нажать если вам надо так вот возвращаемся к нашей рефералки ее не было уже давным давно что из себя раньше представляла рефералка вы кого угодно добавляете себе по реферальной ссылке новый аккаунт или у которого там вообще очень мало боев я там не помню до 1000 или что-то такое честно говоря я уже не помню это было 2022 году в основном все делали как создавали твинг и сами себе делали рефералку тем самым получали и на твинг какие-то прям танки и на основной аккаунт тоже тем самым можно было пофармить какие-то прям танчики потом менять их в трейды не или просто себе оставлять но в любом случае никто особо не занимался привлечением новой аудитории в основном все занимались тем чтобы твинками фармить себе прям танк это больше было похоже не на рефералку она какой-то дополнительный фарм прям танков потом эту рефералку прикрыли и нам обещали что сделают новую рефералку что в ней будут награждаться только те кто там привели реально каких-то игроков там реально что-то вместе что-либо мырать или еще что-то типа того в общем она все откладывалась 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 так новая рефералкой и не появлялась и вот во всяких группах вконтакте которые там всякие новости тайны и рассказывают про мир танков начала появляться информация про то что рефералка может быть будет в патче 1.25 но такая информация у нас была о том что и осенью будет рефералка в одном каком-то патче а перед осенью рассказывали что на весной будет весь прошлый год нам обещали рефералку все вот эти инфопомойки которые там новости заранее какие-то там сливы оттуда сливы отсюда в итоге весь год сливы 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 а рефералки так и не было ее все откладывали 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 официально никакой рефералки не запланировано про нее даже слова никто ничего не говорил но вот снова какие-то там тайные сливы или абрикосы снова начинают рассказывать о том что будет рефералка будет ли она на самом деле или нет знают только разработчики может быть действительно они там до сих пор ее готовят может быть опять отложат но тем не менее есть вероятно что она все-таки когда-то появится и возможно даже в патче 1.25 мир танков превращается в мир контейнеров мало того что контейнеры путь воина продлили у нас до лета а у меня такое ощущение что они потом будут круглый год поскольку помню то же самое у нас было и золотом сначала у нас сделали акцию на скидку на золото потом эту акцию продлили потом еще раз и потом то ладно уже всегда будет чувствую контейнеры у нас по той же схеме пошли и контейнеров видимо будет также много как и в мире кораблей будет миллион миллиардов различных видов контейнеров вот реферальные контейнеры это не из них весь прогресс выполнения контрактов сохранится вы сможете продолжить их выполнение в следующем сезоне реферальная программа вновь заработает в ближайшем будущем в новой рефералке нас ждет кейсы которые покупаются за очки реферальной программы странно почему кейсы написано вполне себе похоже на контейнеры никакими кейсами и не пахнет и также есть еще ориентировочные награды за рефералку будет три вида коробок малая коробка средняя коробка большая коробка здесь уже контейнеры называются коробками все стало на свои места в принципе все понятно в малой коробке у нас расходники инструкции демонтажные наборы бланки резервы кредиты в средней коробке оборудование 2d стиле пособия для экипажа в бойные резервы на кредиты дни прям аккаунта золото ну и самые жирные понятно дело большие коробки в них чисто прям танки ну и прям танки конечно же самые сочные прям самой первой свежести настолько переспелые что уже аж прям вот в руки аж растекается эта спелость начиная с первого танка сразу понимаем куда мы попали т-54 первый образец это у нас большая коробка вк 16801 п пантера 88 т-26 е5 т-92 а м x m4 мли 49 в 42 02 102 су 122 44 к в 122 вк 4503 т-34 85 м тигр 131 дикер макс шерман firefly skoda т-40 такое ощущение что это главный список кого нужно в первую очередь апнуть меня все время прикалывали вот эти вот списки каких-то там наград халявных эти списки всегда были похожи на танки которые в первую очередь надо прям завтра в 3 уже апнуть иначе они уже загнутся скоро конечно среди вот этой кучи которую навалили из этих прекрасных прям танков можно что-то посидеть по выбирать но поскольку это контейнер то вы выбирать не будете поскольку вам рандомно что то будет выпадать но если какой-то из этих танков у вас есть то он вам выпадать уже не будет таким Таким образом получается, что, как я и говорил, игра у нас вышла в такой период, что даже плохой премтанк имеет смысл держать у себя в ангаре, только для того, чтобы он с собой закрывал дырку из этого плохого премтанка. Поскольку то в новогодний контейнер плохой танк засунут, то в какой-то там осенний, то весенний, то еще какой-то там контейнер. Там постоянно где-то какой-то ужасный танк есть, и если он у вас уже есть, то он эту дырку заткнул, и это ужасное чудовище вам не выпадет, потому что оно у вас там уже стоит в уголочке, пылью покрывается. Но что делать, когда у вас весь контейнер из таких танков состоит, тут уже вопрос другой. Но с другой стороны, можно эти танки в трейд-ин сдать, но опять же, там тоже нужно доплачивать иногда. В любом случае, какие из этих танков хоть на что-то похожи? АМХ М4 МЛЕ-49, Т26Е5, Т92, ну и дальше уже даже страшно называть. Ну может еще низкоуровневый Т34-85М, Тигр-131 неплохой. Но в любом случае, какая разница, если оно будет рандомно выпадать, вы все равно не будете выбирать, какой там танчик получше или похуже. Вам что выпадет, то и выпадет. Да и выбор, честно говоря, ну, как говорится, дареному коню в зубы не смотрит. Даже уже там некоторые народные умельцы в файлах игры нашли анимацию, как эти коробочки открываются. То есть, тем не менее, что-то по-любому там уже готовится. На каком-то этапе оно происходит. Я вообще не удивлюсь, что именно вот такие реферальные коробки мы и увидим в патче 1.25. Поскольку вот эти уже новостные помоечки и слили список танков за аукцион. И этот список полностью сошелся один в один. То есть, есть вероятность, что и информация про рефералку тоже сойдется. Но опять же, может быть, разработчики по ходу дела что-то сами поменяют. И со временем оно либо сдвинется, эта рефералка куда-то, либо отложится, либо что-то в ней поменяется. Поскольку оно еще идет в процессе создания, разработки, то в любом случае нельзя быть уверенным, что там. Тем более, официальной информации еще нет. В общем, ждем очередной коробки. Проходя эту рефералку, мы будем получать очки, которые сможем тратить на эти коробки. И мне интересно, будет ли смысл, если есть все танки из больших коробок, покупать средние коробки, чтобы пофармить ресурсы. По типу бон, золото там, дни према, резервы на кредиты и так далее. Поскольку я так смотрю на эти премтанки, а у меня тем более, походу, все эти танки еще и есть. Хоть они и страшненькие, они у меня еще и все стоят в ангаре. Походу, придется тогда средние коробки брать. Ну, хотя бы ресурсов пофармлю. Боны никогда не бывают лишними. Неизвестно, какая будет компенсация, если у вас из большой коробки все премтанки есть. В золоте она будет или в серебре, или лучше взять среднюю коробку вместо этого всего. В общем и целом, когда это появится, будем разбираться, что выгодней. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Горать красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня и пока.